Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики, друзья! Вот, продолжаю обзор с дворовой распродажи. Фарфор белоснежный. По-моему, Чехословакия. Это маслёнка. Ну, какая прекрасная классическая форма украсит любой завтрак. Очень нежный рисунок. Только золото и белый фарфор. А вот здесь вазы. Вазы на ножки. Ну, какие они красивые. Это из бесцветного стекла, но есть здесь из цветного, попозже будет. Мне нравятся и те, и другие. И, вы знаете, они тоже украсят любой стол. Можно наполнить ими, и наполнить их и фруктами, и сладостями, и с незатейливым рисунком. Как, допустим, это. А есть более сложный рисунок. Хороши и те, и другие. Здесь разные изделия из фарфора. Без рисунка. Просто белые. Вот это, назовем, ну, шкатулка. Не знаю, бонбонерка. Красивая. Очень без клейма. Очень люблю такие ручки в виде птичек или каких-то других животных. Декор в виде сот. Очень красиво. Мило, нежно. Вот эта ваза классическая. Ну, шикарно смотрится. Прекрасно будут смотреться любые цветы. На любой вкус есть вещи. Правда, подбор здесь, на этой распродаже, подбор вещей очень хороший, со вкусом. Не знаю, где они приобретаются. Вот эта ваза из цветного стекла. Такого персикового цвета. Карамельное стекло, так называемое. С глубокой гравировкой. Вот и богатый рисунок. Много всего. Здесь написано люминарк. Тоже маленькая такая вазочка. Приятная. А эта вещь просто сплошная милота. Другого слова не нахожу. Но так приятно ее держать в руке. А вы посмотрите на эту замечательную крышечку. Все такая ребристая. Цвет великолепный. Не знаю, сколько она стоит, но смотрится великолепно. Даже, может, на туалетном столике для чего-то понадобится. Нежнейшие стаканы. Просто нежнейшие. Приятно будет из них пить. Холодное что-то. В жаркий летний день. Вот такая гравировка. Их, по-моему, да, четыре. Уже хорошо. Четыре уже хорошо. Вот такие изделия из цветного стекла. И вот на себя обратил внимание. Вот эта графина. К сожалению, без пробки. Из моего детства. Графинчики такие, я помню. Были и другой формы. Нету пробочки. И вот стеклянные вещи разрисованные. Кувшин. Вот сзади. А вот эта вазочка меня немножко удивила. Такое впечатление, что это прилепленные. Вот эти вот внизу. Эти кусочки. Просто будто их прилепили. Как какие-то части ненужные. Вот кувшин с букетами розовыми с двух сторон. Теперь мы переходим к красному цвету. Есть любители красного цвета. Акцент, да, вот на кухне, на столе, в шкафу. Вот красный акцент сделать. Вот такой чайник. Это у нас полонная. 24 рубля. Но я думаю, это не цена чайника. Наверное, целого сервиза. Небольшой чайник. Иногда были сервизы, в которых два чайника побольше. Доливной и вот такой для заварки. А вот эти тарелки, ну самые вроде простые. Но вы знаете, они так мне понравились. Они такие добрые, теплые. Из моего детства не именно эти. Но это Будянский фарфоровый завод, кстати. Первый раз, по-моему, встречаю. Ну, в любом случае, не часто встречается. Такой милый, незатейливый рисунок. И очень приятно делают. Вот такая большая чашка-гигант. Кто-то похожий на Тараса Бульбу, Довбыш. Состояние не очень уже. Но интересно посмотреть. Рисунок притягивает себе внимание. Не стала поднимать, потому что падают пиалочки. А пиалочек здесь много. И на рынке Блашином я видела много пиалок. Те были ташкентские. А вот это Краснодар. Это более мне по душе. Там виноград, ну, очень яркие и блестящие. Хотя у меня есть. Они с золотым оленем. Они есть с виноградом. И золотой олень, хлопок. Два чайника. Такие, которые выделяются там на заднем фоне. На заднем плане. Такие с яблоком. Я не знаю, золотое яблоко, может, называется сервиз. Много гороха. Горох белый на красном, красный на белом. Вот это полонное. Довольно-таки в хорошем состоянии. И с крышечками, что немаловажно. А вот это, эти чашечки рижские. Нежные, хорошие. Но нет блюдец. И они давно уже здесь. И как эта чашка. Гигант, кружка, мальва. Хороша и в хорошем очень состоянии. Барановка. Красиво смотрится. Вы знаете, мне кажется, советскую посуду, вот такую яркую, покупают выходцы из Советского Союза. Местные израильтяне не покупают такую яркую. Так думаю, могу ошибиться. Вот это тоже барановка, молочник. Ну, долго держала в руке. У меня есть молочники отдельные. Просто так купила по случаю на блошином рынке. А так специально не собираю. Но надо сказать, надо отдать должное этой фабрике, этому заводу. Очень люблю изделия барановки. Красивейшие вещи. Не знаю, что это за ягодные. Эти листочки, посмотрите, золотые. Как они сверкают. Рядом тоже, по-моему, барановка золотыми двумя полосками оранжевого цвета. А вот то, что купила семья, которая ходила здесь, папа, мама и дочка. Они купили английские тарелки, салфетки, вот эту подставку для тостов. И вазу прозрачную купили они. А дочка купила еще компас. Вот столько. Так хорошо они отоварились. А, еще она купила вот дуршлаг. Похоже на наши большие алюминиевые дуршлаги. И это я ей напомнила. Мне это очень интересно было. Я слышала их разговор. Она говорит, у моей мамы был такой дуршлаг. Они выходцы из Ирана. И она там промывала рис. И вот в память о маме она хочет этот дуршлаг. Купила. Интересно. Видите, как на каком-то этапе нашей жизни мы вспоминаем то, что было у нас в детстве. Посмотрите, даже веревочка сохранилась, с которой привязана крышка к чайнику, чтобы не упала. Вот так прямо и чайники попали на продажу сюда, на распродажу. Красиво. Мне нравится такая форма распродажа. Не в магазине, а вот так во дворе. В принципе, это та же барахолка. Но это, которую организовал для себя отдельный человек. Очень красивый набор. Вот этот, польский. Я не определила фирму. И год видно, что это старое, что-то... Посмотрите, роскошные, просто роскошные. Голубые цветы, желто-голубые цветы, троечка. Ну, нежность сама, нежность очень красива. В единственном экземпляре одна такая тройка, но очень заметная. Красивый фарфор, нежнейший. Что же еще на этом столе? Здесь много красивых вещей. Следующий стол будет, шикарные вещи. Вот это замечательная бонбоньерка, шкатулка. Я видела ее раньше. Она выставляла на продажу. У себя на странице в Фейсбуке. Вы посмотрите. Ручка. Как я сказала, очень люблю ручки в виде птиц. Это херонт. Это очень замечательная вещь. Это ручная роспись. Это очень ценятся эти вещи. Но, но... О, клювик у птички немножко отколот. И хвостик тоже повреждений есть. Ну, не взяла. Не взяла. Долго думала. Но очень красивая вещь и ценная. Я думаю, если бы вот птичка была бы целая, уже купили бы. Потому что херонт нечасто встречается. Вот. Это у нас миниатюрный кувшинчик такой. Есть любители миниатюрных вещей. Было много красивых шкатулок. Очень красивые чайники. Вот итальянские, немецкие. Очень красивые с мейсонским букетами. С какими-то другими еще букетами. Прорезной фарфор. А вот теперь об этом подносике или рулетница. Очень уже я хотела купить. Вот ее я хотела купить. Может, еще и куплю. Фарфор великолепный. Франция. Не знаю, пока еще не поделилась, сколько лет. Но она винтажная. Очень. Посмотрите. Вот, может, кто-то знает эту мануфактуру. Она запросила за нее 120 шекелей. Это надо разделить на 3,5-3,6. Я посчитала, что дорого. И не взяла. Но пока еще думаю. Очень мне понравилось. Это рулетница. И вот, посмотрите. Я думала, вначале это немецкий. Это молочник. Я думаю. Очень красиво. Это советский фарфор. Очень красиво смотрится. И позолота. И фарфор так хороший. А это дразнит прямо. Это пара. Большая гигантская кружка и блюдца. Это полонная. Сверкает. Красиво смотрится. Но, по-моему, она была и на прошлой распродаже. Молодежь не покупает такие. Вот теперь. Вот такие цветочки. Красиво смотрится. Это, по-моему, красный октябрь. Или я ошибаюсь. Еще две рулетниства подноса. Нежные цветы. Красивые все. Но, вот мы видим на видео. А я же их поднимаю. Беру в руки. У них другой фарфор. Они тяжелые. Вот какие чайники. Красивые. Очень красивые. Очень красивые. Это Миттертаев. Германия. Бавария. Классические. Форма красивая. Рисунок какой красивый. Мейсонский букет. Это наман. Тяжелый фарфор. Рисунок красивый. Не спорю. Рисунок очень нежный. А вот тот французский мне понравился очень. Его так приятно было держать в руке. Маленькие миниатюрные чашечки. Вот еще раз посмотрим на эту рулетницу. Может быть будет моей. Если кто-то уже не купил. А вот здесь такой красивый сервиз. Чайный. Вот для кофейны. Вот я не смогла определить это клеймо. Бавария. Германия. Не смогла. Не нашла пока. Очень нежный. Такой фарфор. Замечательный. И рисунок. Посмотрите. Такой вот, знаете, неброский. Вот он этим и хороший. Цвет топленого молока. Классный. Хороший. Вот есть почти, почти по-моему весь сервиз. Да. Вот шесть. Шесть этих из тарелки. И большое блюдо. Вижу чайник. Молочник. Рядом с белым фарфором. Да. Какая разница. Цвет как виден. Там уже заворачивает ей тарелки хозяйка. Это еще был не день открытых дверей. Я была накануне. Красиво декорированная тарелка. Польша. Не всегда красивый декор. И эти красивые кала. Пейзажные тарелки. Но их больше на другом столе было. Здесь поменьше. И вот насчет этого сервиза. Эдельштейн. Я вам скажу, что он в прошлый раз, он меня покорил своей красотой. Тоже цвет такой. Очень, ну, цвет топленого молока. Слону и кости. Как правильно? Не знаю. Топленого молока, наверное. Очень красивый. К сожалению, он лежит и лежит. А вот эти пиалушки. Деколь розы. Они, вот посмотрите. Вот такое на них клеймо. Похоже чем-то на семикаракорскую керамику. Но я не знаю. Чайник был и пиалки. А вот здесь выстроился отряд матрешек. Сколько их. Боже мой. Когда мы приезжали, все пытались, все старались привезти какие-то атрибуты советской эпохи. Вот такие деревянные изделия. Не то, что вот было дома. Еще покупали, привозили. Почему-то думали, наверное, что здесь прямо все выстроятся. Очередь, чтобы купить их. Но вот в итоге, в итоге сейчас и рынки заполнены, и секонд-хенды заполнены ими. Вот такой набор. Посмотрите, очень интересный. Я вам скажу. Жестяной набор. Вот написано даже. Вот чайный набор. Мурман сервировочный набор. Мурман скитарный завод. Я думаю, вот там есть 91. Может быть, это год выпуска. Неужели вот так сохранилось? Прямо как новые с 91 года. Очень красиво. Такие яркие цвета. Это, видимо, подставки под чайник и под блюдце с чашкой. Но цвета шикарные. И новые. И не знаю даже, что вам сказать, какого года. Ну, здесь мы всё знаем. И хохлома, и другие художественные комбинаты выпускали такие изделия. Вот эти птицы. Настенные украшения мне знакомы. А здесь медные, оловянные. И вот эти как раз таких покупают. Вот настенные какое-то тоже украшение. Машинки детские. Игрушки винтажные сейчас пользуются спросом. Вы знаете, я повторяюсь, может быть, многие у нас приходят на такие распродажи и в секонд-хенды с детьми. Это как выход куда-то. Вот бывает же, на мероприятие какое-то. И дети отдельно там ковыряются, ищут себе что-то. Взрослые отдельно. И дети без покупок не уходят. Посмотрите на этот замечательный фикус. Он главный герой на этой распродаже. Он громадный, он громадный. Так красивы эти листья. Они же тяжёлые, они падают. Это прямо звук от листьев, когда падает на посуду. Теперь о посуде. Вот эта минажница. Я цену не спросила, но я в неё влюбилась и думаю купить её. Ну, опять-таки, тут вопрос цены будет. Это Эльминау. Я, по-моему, я думаю, так поискала беглая. Думаю, это довоенная. Очень красивая. Она небольшая. Ну, совсем небольшая. Она заслуживает внимания. Вот ещё. Вот я не определила вот это клеймо. Вот очень к титау, по-моему, да. Такое блюдо. Она за него просила, по-моему. Я спросила 80 шекелей. Есть вещи, которые я хотела. Я люблю такие блюда. Ещё там ручки. Очень красиво, да. Мне понравилось. Не знаю. Надо поискать, посмотреть, сколько стоят эти вещи. А так с потолка я не могу. Вот 80 шекелей. Правда, красивые тарелки. Одна краше другой. И ещё вот такой декор в виде этих листьев. Это одна тарелочка. Красивая такая. И это рельефная. Приятно трогать. И золото, и рисунок вокруг. Нравится. Нравится мне здесь всё. Купила бы много, много всего. Но это не блошинный рынок. На блошином рынке, конечно, вещи похуже. Не всегда найдёшь такую красоту. Но там и цены другие. Там надо долго стараться искать. Это у нас, по-моему, розенталь, да. Розенталь не спросила. Цену, наверное, тоже шекелей. 60, 70, 80. Если блюдо было 80, а блюдо с ручками, ну, где-то так, наверное. Видите, сколько, сколько красивых тарелок, которые должны украсить чей-то дом. Очень хочется, чтобы люди покупали эту красоту. Я ещё не определилась с клеймами. Буквально несколько дней, пока работала над монтажом. Теперь посмотрите, как грамотно, умно выстроено. Среди этой посуды белоснежного фарфора возвышается эта ваза из цветного хрусталя. Посмотрите, высокая, очень высокая ножка. Большая ваза и гравировка. Шикарная, конечно, я спросила. Цену 240. Снова говорю, делите на 3,5, 3,6. Где-то так стоит доллар у нас сейчас. Ой, шекель по отношению к доллару. Ваза, конечно, роскошная. Другого слова нету. 240. Вот такие тарелки. Советские. С приятным рисунком. Эти я видела в прошлый раз. Очень удобные, как для салата. Была ещё одна. Зик. Наверное, кто-то купил. Я помню, по-моему, их было две. Вот такие приятные, приятные вещи. Ой, какая яркая тарелочка. Единственная. Вот. С такими фруктами. Аппетитное, можно сказать. Вот ещё блюдо. Очень продуманно всё расположено здесь. Вы знаете, стол только с фарфором. И там красного цвета изделия отдельно. Синий, зелёный. Когда заходишь во двор, вот сразу вот выделяются столы по цвету. Ну, интересно. Маленькая такая тарелочка. Красиво. Хочется. Сейчас много всего купила бы оттуда. А вот эти тарелки. Ну, это же чудо. Ну, посмотрите. И рельеф, и золото. Середина без рисунка. А вот маленькие такие букетики. Это винтажные польские тарелки. Были те глубокие, с золотом. Каждая последующая, можно сказать, лучше предыдущая, хороши. Это стекло. Лёгкое такое. Вот как выглядит. В общем, посмотрите. Домик детский там. Интересно. Много вот этот фикус падает. Трава искусственная. Корни прямо повылезали. Очень тяжело ходить. Мне вообще... Я ещё хожу с палкой. И, вы знаете, боюсь каждый раз. И хозяйка мне говорит, осторожно, осторожно. Боится за меня. Очень неровная поверхность двора. Но, может быть, в этом есть какая-то прелесть. Как будто заброшенная какая-то. Это заброшенный двор. И вот сделали раз... Будто здесь не живут люди. И на самом деле живут. Старый домик. Здесь живёт эта семья. С таким цветом сиреневым рисунок. А здесь красиво висят вот эти чашки. По-моему, я их видела много раз. Это, по-моему, калом. Если я не ошибаюсь. Каких только рисунков нет. Но, конечно, первое место занимают розы. Это и в орнаментах, или маленькие, или в центре посуды Англии. Или по краям, но розы занимают первое место. А вот эта тарелка, ну, чудесная. Сразу видно, да? Это наша, из Советского Союза. Это вербилки. Старенькая. Видите, ещё ДФЗ. Дмитровский фарфоровый завод. Ну, одна. Что её брать? Ну, будет лежать она. Навряд ли я найду её продолжение. Я иногда вижу, слышу у других блогеров, которые покупают, потом где-то находят. Моя цель – показать то, что продаётся у нас. А собирать я не собираю. Только если для себя что-то куплю, когда мне красивая тарелка, да? Посмотрите, какие края, как блестит всё это золото в центре. Розы, про которые я вам сказала. И это, и это у нас, ой, по-моему, Добруш. Видите, там надо было фотографировать, чтобы дома. А вот так смотришь на видео, очень красивое блюдо большое было. Керамика. Спасибо вам за ваши просмотры, за ваши тёплые слова, за подписки. Я очень-очень рада, что вы смотрите, поддерживаете меня. А я буду стараться находить новые места, ходить на блошиные рынки. И будем вместе любоваться винтажом и антиквариатом. Буду рада, если порекомендуете канал. Всего вам хорошего. Будьте счастливы.